Когда он начинает атаковать, у него быстрый, я знаю, я предстоятельно сказал. Потому что он быстрый, русский, ну и высокий такой же, как я. Мне хотелось как бы таким же, он оказался ещё сильнее. Я вот как бы уж ухожу в такую защиту, я как бы принимаю всё, но сделать ничего не могу. То ли от страха, то ли от страха. Да не от страха, потому что реально, когда тебя бьют удары, ты сюда принимаешь. А зачем стоять так? Ты вот в одном случае можешь устоять, да? Когда тут ты раз снимаешь, у тебя раз-два, и тут ты ногами, или ты поймал, что ты перебьёшь его, а поймал на удар. Вот я пытался, у меня 10% получилось. Смотри, очень важный момент, самый главный, ты уже пытался. Это очень важно. Я пытался. И второй момент. Ты упытался. Раз ты пытаешь, ты уже пытаешься это в вольной работе делать. Один раз я не пробовал. О, целый один раз. Не один, а целый. Раз. Вторая ситуация. Тебе раз, тебе бить начинают. Ну не стоит и как. Ты вот эта группировка закрытая, базара нет. Ну и пошёл ногами, пошёл, крутить, менять направление. Всё. Ну ты закрылся. Ну очень положительно. А мне вчера говорили, что ты попытался. Хотя бы раз. У тебя получилось, уже важно. Если раньше я вам не мог сказать, что я попытался, а тут я... Правильно. Молодец. Перенести вот эту всю нашу стоечки, бёдра, кулаки, какие-то действия, которые работаем без пары, перед зеркалом, на мешке, на работу в парах. Если у тебя в условно-вольной работе хотя бы три-четыре движения за раз, получилось 10 там, двойку, либо уклон развития, это уже хорошо в условно-вольном. А если в вольном бою... Вольном, да. Уже уникально. Ну чё с ним? Уже... И ещё раз, мне твоя стойка. Боевую стойку становись. Да, да. Ну опять, смотри. Вот посмотри, как ты стоишь. Суть в чём? Ты сразу опять... Вот ты сейчас молодец, да, сделал? Вот видишь, твоя рука стоит где? На линии с твоей подбородкой, да? То бишь, на линии с кем? С целью. Но ты здесь опять... Ты убрал кулак с линии плеча. Тебе уже бить нечем. Либо ты тянутся, ты плечо выключил. Вставай фронтально ещё раз. Вот ноги на ширине плеча. Передняя нога, раз вперёд, да? На носке. Во! Развернулся на 45 градусов. Вот твои кулаки как были у плечей, так и остались висеть. Вот у тебя как была вот здесь дырка между рук. У плечей. Ширина плеч. Как будто взял за уши противника или в себя. Вот она так и осталась. Вот ты как. Были они от плечей твои кулаки, висели. Здесь дырка там. Вот пускай тебе в эту дырку лезут. Ты здесь чисто за самого колдана. Конечно же. Плечи только расслабь. А если у тебя плевый кулак вот так становится, это не специально ты делаешь. Ты пытаешься вывести его, видишь? Это защита. Нет, это не защита, нет. Ты пытаешься вывести кулак на линию воображаемой цели. Нивелируя тем самым, что твои кулаки, плечи работают по диагонали. Они тебя на ударе закрывают. Что фронтально они работают. Что ты в боевую стойку стал. У тебя кулаки идут по диагонали вперёд. Они что вот здесь у тебя переворачиваются. Что вот здесь у тебя переворот идёт. По диагонали. Кулак ударом закрывает твой подбородок. И поднимать не надо. Он просто вперёд, но вращением идёт. О! А если башка опущена? Нет, не шея, а подбородок. Во! Вот у тебя плечо закрыло бородок. Пузо только убери. Вот и всё. И ещё раз говорю. Если ты вот сюда руку поставишь, то вот тут килограмм 500 будет лететь, вот так не отмахнёшься. А здесь ты с бабушкой, с дедушкой, в ладушке играл. Хлоп. Ты всегда закроешь. Да. Вот он. Молодец. Вот и всё. И само положение. Видишь? Ног. Подпрыгнул. О! Удобно стоять. Да? Плечи. Да-да-да. Надо будет. Дальше руку поставить. Ой-ой-ой. Да. Да-да-да. Очень важно, чтобы ты вот сейчас очень понятно, что ты не задней ногой убирал. Понял? А передняя нога пошла. Всё, у тебя есть опора. Когда ты заднюю ногу ставишь назад, то что происходит? Я обрезаю себе... Нет, ты не обрезаешь, она непонятно куда становится. Понятно куда. Ты её не чувствуешь. А когда ты ставишь переднюю ногу, ты его ставишь куда? В противника. Ты на противника. Да, у тебя есть уже визуализация, свои опоры, у тебя есть визуализация противника, насколько он стоит широко, узко. У тебя уже нога идёт в противника. И правая остаётся под тобой. А когда заднюю ногу, в данном случае правую, ты убираешь назад, ты куда-то её ставишь. Она не понимает, ты не видишь, куда ты её ставишь. И зачастую становится очень узко. Плечи и ноги в разных плоскостях получаются. Да, 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 да. Вот он. Кулак просто вперёд. Не надо выкручивать плечо. Просто кулак вперёд. Во! Вот и всё. Он сам пойдёт. Он сам выкрутится. Потому что крутится плечо. Локтевой сустав что у нас? Да, он разгибательный-сгибательный. Если ты плечо заблокируешь, ты не сможешь что сделать? Крутить локтём. Поэтому, когда ты крутишь кулак, так сказать, в ударе, у тебя на самом деле крутится плечо. Вот и у тебя удар. Всё. И кулак, косточка кулака оказалась ниже плеча. Не потому что ты подвернул, а потому что у тебя плечо перевернулось. Плечо вот костя-то стало ниже. А кулак у тебя... А кисть у тебя прямая. Вот и всё. И длиннее, дорогой. И длиннее, дорогой, да. Вот и всё. Всё. Понял по поводу движения? Да. Давай. Молодец, пользуйся.